ты можешь быть талантливее меня ты можешь быть умнее меня ты можешь быть даже сильнее меня но когда мы будем на беговой дорожке будет только два варианта либо ты сойдешь первым либо я умру это очень просто вы знаете у меня не было абсолютно никакого таланта в жизни и это было не важно не имеет значения если у тебя талант важно нарабатывать навыки зажги свою жизнь и найди тех кто будет раздувать твое пламя если ты проводишь с кем-то время необходимо чтобы эти люди подпитывали вдохновляли вас раздували ваше пламя посмотрите на свои последние пять сообщений эти люди раздувают ваше пламя или тушат его отложите на секунду ваш телефон и оглянитесь вокруг посмотрите на тех кто вокруг вас эти люди подкидывают дрова ваш огонь или мочатся на нем люди с которыми вы проводите время создают или разрушают ваши мечты не все заслуживают вашего внимания защищайте свет своей жизни меня мотивирует страх я ненавижу бояться делать что-то я думаю что это способствовало моему росту я набрасывался на те вещи которых я боялся я развивал себе привычку атаковать все то что вызывает страх я осознал что не существует простого пути без разницы насколько вы талантливы ваш талант загубит вас если у вас нет навыков если вы не учитесь если вы не будете действительно усердно трудиться делая себя лучше каждый день без этого вы никогда не станете успешным я никогда не считал себя талантливым я преуспеваю благодаря сумасшедшим и отвратительным усилиям когда другие спят я работаю когда другие едят я работаю я думаю что мое психологическое преимущество перед остальными людьми с кем не приходилось конкурировать в различных ситуациях это способность делать первый шаг когда ты знаешь насколько велика поставленная задача для меня поставленная цель никогда не было огромной для меня это лишь один кирпичик в стене я очень рано понял что тебе не нужно пытаться построить стену не нужно готовиться или говорить что я построю самую большую и великую стену которую когда-либо строили все не так происходит ты говоришь я положу этот кирпич настолько идеально насколько может быть положен кирпич и не будет ни одного кирпича в мире который будет уложен лучше чем этот кирпич и ты делаешь это каждый божий день пока не появится стена прежде чем кто-либо еще в мире поверит в это сначала вы должны поверить в это нет никакой причины иметь план б потому что это отвлекает от основного плана вы не должны бояться умереть за правду правда это единственная вещь которая остается неизменной вы не должны бояться того что случится с вами если вы скажете правду потому что то что случится с вами если вы не скажете правду будет Разница между талантами и навыками часто ошибочно воспринимается людьми, которые пытаются преуспеть и имеют мечту и стремление. Талант дается с рождения. Навыки же вырабатываются только часами, часами, часами упорных усилий. Есть много людей, которые жили и умерли до вас. У вас никогда не будет новых проблем. У вас не будет новой проблемы. Кто-то записал ответ где-нибудь в книге. Все, что вам нужно знать, кто-то уже записал. Я не самый лучший во всем, что вы знаете. Я имею в виду Эдди Мерфи смешнее, чем я когда-либо буду. Дензел более могущественный, чем я. Я считаю, что моя сильная сторона в том, что я делаю все хорошо. Я могу делать понемногу все. И это то, на чем я концентрируюсь. Я никогда не смогу соперничать с Дензелом. В детстве мои родители всегда говорили мне, что ты можешь стать тем, кем захочешь. Ты можешь делать то, что захочешь. У тебя будет лучшая работа, лучшая карьера в мире. Так говорили мне родители. Но до конца я не осознавал все это. Но я жил, вел себя так, разговаривал с людьми так, словно я заслуживаю все то, что этот мир может дать. Я очень хочу сказать моим детям и людям, кто смотрит это. Конфуций однажды сказал, тот, кто говорит, что он сможет, и тот, кто говорит, что не сможет, зачастую оба правы. Я всегда знал, что я могу работать очень усердно. У меня не было проблем с дисциплиной или проблем со способностью жертвовать собой. Я хочу, чтобы моя жизнь, я хочу, чтобы моя работа, моя семья что-то значили. Если вы не делаете чью-нибудь жизнь лучше, то вы просто тратите свое время впустую. Ваша жизнь станет лучше, если вы будете делать жизнь других лучше. В детстве, я помню, у моего отца был магазин. И по какой-то причине он решил построить новую стену у фасада магазина. Он разрушил часть стены около 5 метров в высоту и где-то 9 метров в длину. Разрушил всю эту часть. Я и мой брат должны были сначала выкопать двухметровую яму для фундамента. Мы сами вручную делали весь раствор. Мы строили эту стену полтора года. Каждый день после школы мы приходили и начинали месить бетон и класть кирпичи. Только я и мой младший брат. Я помню, как мы стояли и смотрели на эту дыру в стене и говорили, что она никогда не исчезнет. Полтора года спустя мы заложили последний кирпич. Мой отец стоял и смотрел на стену и сказал, что я не хочу, чтобы ты когда-нибудь говорил, что ты чего-то не можешь сделать. Мне нравится взаимодействовать с людьми и обмениваться идеями. Вы знаете, что у меня есть миссия. Каждый год в течение последних 10 лет я ставлю себе цели. В последние несколько лет моя цель остается неизменной. Это улучшение жизни. Концепт улучшения жизни лежит в центре всего, чем я занимаюсь. Поэтому я понял, что постоянное улучшение себя – это лучший способ улучшить свою жизнь. Поэтому каждый день, когда я встаю с кровати, я понимаю, что есть еще куча вещей в мире, которые нужно сделать. Всегда есть чем заняться. Что касается меня, я постоянно пытаюсь развивать свой ум, свой дух, свое тело. Пытаюсь любить столько людей, сколько возможно, с этой загадкой жизни, что мне была дана. В любое время появляется благоприятная возможность, которая проясняет, кто ты есть. Становится намного понятнее, кто ты есть на самом деле. Понимание, кто я, выглядит очень ясно для меня. И это предопределяет, кем я хочу быть. Я осознал тот факт, что я сильнее, чем я думал. Это мне помогло понять, что я должен был делать, играя Мухаммеда Али. Утрата неизбежно связана с радостью. Как боль и страдания сопряжены с радостью. Способность пережить какой-то момент на деле является большим умением найти эту следующую частичку радости. Вы начинаете ценить мелочи. Величие – это не что-то удивительное, тайное, иллюзорное или божественное состояние, которое смогут испытать только избранные из нас. Это что-то, что действительно существует в каждом из нас. Все очень просто. Это то, во что я верю. И я готов за это умереть. И точка. Я знаю, кто я и во что верю. Это все, что мне нужно знать. Начиная отсюда, вы делаете то, что вам нужно делать. Я считаю, что мы сами себе усложняем вещи. Мы думаем, что это не может быть так просто. Очень-п Sikhs呵chen. Как-то. Поливает here. След Act. В следующем видео. Как еще? » Подписывайтесь.